...корсия, могут участвовать не только вот эти 5 и 15 вузов, но и все остальные университеты, включенные в общую справовую среду. То есть, если в вашем университете есть или будет создана точка кипения, то ведущие вузы, вот эта пятерка, которая выкроет этот конкурс, будет обязана опробировать и создать свои сервисы не только для себя, но и для всех вузовцев, по территории которых разводнута модель индивидуальная траектория, есть физическая пространство, которое подойдет за точку. Вот такая договоренность у нас есть, надеюсь, что она будет отражена конкурсной рекомендацией, мы за этим будем следить. Можно? Я не боюсь корректно, это вам можно. Мне можно. Да. Значит, во-первых, мы же меня же штукнули, что-то. Мы довольно много, поскольку я в последний последний раз занимался стратегиями для России, и в программе Грефа, и в поселках, и в Одессе, и в Одессе, и в Одессе. Мы с Олегом Повичевым, который тоже помогли, это у нас, конечно же, занимались с экономикой, повторяем на все эти люди. Стратегия — это искусство отказа. Вот самое страшное, что говорит в России, это попытка дать всем сестрам по системам, а не надо, и мы будем куда-нибудь ездить. На вопрос, куда едем, немножко на селе, чуть-чуть на юг, но еще, говорим, что на восток, а кстати, побывая на западе. Это означает, что мы не видим никуда. Поэтому выбор какой-то группы, которая получает поддержку, это, к счастью, неизбежный способ движения. Да, из-за того, что кто-то получит реальный ресурс, из-за этого многие ресурсы не получают. Это первая жестокая практика. И вторая. С моей точки зрения, главное, только возникает угроза, действительно, которую, не комментируете, угроза, мы находим тех, кто получил этот ресурс, не просто в использовании этого ресурса, но возникли на вашем регионном университете. Потому что вот предложенный определенный пакет и способ, который вы будете обслуживать и так далее и так далее. С моей точки зрения, это реальная угроза. Причем, уже есть факты, которые показывают, что в ваших университетах есть, безусловно, люди, которые способны учебники делать их курсы высокого качества, но их оттесняют цифровые пакеты, которые приводят вот эти вот летние игры. Вот теперь еще раз. Опираться надо на то, что есть. Не на технологии, даже на человеческих капиталов, а на тех, кто работает. От себя скажут, что в МДУ, знаете, я считаю, что есть патернализм, а есть альфа-матернализм. Восковский университет, альфа-матер всех российских университетов, не только России. Поэтому мы готовы на любые условия открытия и сотрудничества, потому что мы не ищем выгодей от того, что мы туда придем. Мы не ищем прибыли на своих детях и внуков, но ищем честно с самым совместным причем. Поэтому приходите общение. Спасибо. Короткий вопрос из-за разрядов и последних снова. Возможно ли сделать лидер-айдит, платформа активизации в лучшем кабинете студентов и сотрудников ВУЗов? А также возможности дневной информации и компетенции, потому что 20.35 все на минуту. Короткий ответ – да. Значит, здесь есть специальный лидер-айд, напишите боту, он вас стыкует и говорит. Мы только приветствуем такую синхронизацию. Планируется ли опыт острого трансферного корпоративного университета? Есть ли опыт? Опыта пока нет, есть отдельная программа корпоративного университета 20.35. Но появится. Александр Ильич, снова к вам. Для технологического рынка стране нужна новая социальная революция. Существуют ли предпосылки для ее мирного совершения или класс буржуа, он захочет отдавать власть? Круто. Нам еще вопрос. Я считаю, что новость станет революцией не только не на то ночи звучанием придет для длинных процессов технологических изменений. Потому что, как национальный административный университет революции, да не знаете Капуэты? Есть исследования, некорректные, так, в основном, про то, что Капуэты была всякая революция. Самая глубокая революция за всю историю человечества, которая была исследована. Она дает такие волны, когда возбрат к прошлому происходит лет через 20, потом снова идет революция, когда в период реакции идет экономический подъем, зато происходит удобрение, определенный вид свободы. Нам это нужно? Мне кажется, нет. Я не хочу сказать, что этого никогда не будет. Я хочу сказать, что это не желательно. Теперь, если по существу отвечать, конечно, для серьезной информации, безусловно, нужны большие подвижки в элитах и взгляда в элитах. И, на мой взгляд, то, что здесь происходит, в частности, на мой взгляд, в программе «Венера России» Вот для того, чтобы сделать свои резервы и так далее, и это негде, а попутка, а взгляда в элитах. Я вам скажу, что это требуется от того, к нему. Две вещи. Первое. Взгляд нет на 20, а юг до конца прежде всего. И второе. Постоянно помнить, что в стране России живут еще и другие люди, которые отличаются по образу и спорту. Спасибо. Спасибо. Вопрос, наверное. Вопрос, товарищу. Босса. И для того, чтобы сократить истаршки на такую программу, нужен единый календарь. Чтобы вы ее не одному заказывали, а могли сформировать график тех, кто вам поставит необходимую компетенцию и мотивацию для ваших студентов. Такая программа у нас есть, но наши дети уже обвали, она называется «Шепито». Мы работаем с формированием над этой задачей. Надеюсь, что скоро о ней расскажем, но еще раз, можно подсказать с Андреем Семеном и с ним предварительно договариваться о своем интересе этой истории. Огромный блок вопросов, очень похожих, которые находятся в ТОПе, связан с ГОСами. Наверное, если вместе собрать, то вы должны там займут первое место. Будут изменены в ГОСы, как в условиях жесткого включения со стороны ГОС, формироваться с правой ГУС. ГОС вмешается с тем, что образование меняться динамично, что и как собирается менять ГОС, чтобы обеспечить мобильную систему. Закон об образовании противоречит по логике цифрового обучения и гибким образовательным шуткам. Будут изменения. По поводу законов. У нас здесь с вами работает ректор гуманитарного факультета ОССРО, господин Али Валера. Автор закона об образовании Российской Федерации. Он считает, что в законе об образовании нет ни одного положения, которое препятствовало гибким образовательным шуткам. И мне не удалось до сих пор его в этом деле увидеть. Он считает, что все находится на уровне ниже, на уровне, с одной стороны, нормативных правокартов под законом, а на уровне, там, аккредитации, сертификации, но не на уровне закона. Что касается в ГОС. В ГОС точно будут меняться. Во программе, которая всего только мы, в прямую, заложено несколько моделей изменений, которые сводятся как минимум к нескольким вещам, о которых мы точно договорились с Министерством науки и высшего образования. Первое. Что во всех ГОС, во всех ГОС, подчеркиваю, всех, должно быть сформировано так называемое цифровое ядро, которое должно стоять базовая компетенция цифровой экономики. Второе. Для предметов цифровой экономики, или для всех, и там, где требуется глубокое погружение партий, специализация математики, технологии, информатики, должны быть сформированы, должны быть серьезно изменены ГОСы, с тем, чтобы позволить условленную подготовку за несколько, не за 24 года, а за меньшее количество времени. Либо другие формы, которые мы тоже обсуждаем. Это второе, о чем мы говорили. Третье, о чем мы говорили, о том, что ВУЗа должна в перспективе от нас зависеть как на модели. Качественную модель, работаем, будем в следующем году, некачественную модель сделаем, значит, будем еще научиться. Возможность получения ВУЗа, что мы знаем, вторая цифровая профессия. Вот как есть главный кафедр, да? Вот так же вторая цифровая профессия. Вопрос в том, кто ее может гарантировать. Базовая гипотеза, что это ведущая компания от самой экономики. Как именно это сделать, именно с этой задачей работают. Вот три направления, где вы точно узнаете, что изменение может. Пожалуйста, скажите. Теперь, если позволите, опять я буду говорить то, что со сцены говорили действительно. Это здорово, что средства и строительного института уже легко владеют таким простым тем, как ВУЗ. Может быть, даже знаете, слышите здесь ВУЗ или ПЛЮС, и ПЛЮС, ПЛЮС. Но я хочу сказать, Вмитрий Павлович, а знаете ли такое слово «пу-мо»? Да. Потому что главный вопрос сейчас ответить не в том, даже какие стандарты этого нужно, а кто их будет делать и как. Потому что в своей очереди 5 лет назад была создана не жизнеспособная система федеральных учебно-медагогических объединений, где однозначно и ходится другие, где непонятно, как поддерживать это деятельность, как международная церковь, поэтому в данный момент, чтобы не решали науку программы справа экономики и руководство Минного науки, система полностью сработает, а она должна сработать. Поэтому, с моей точки зрения, Михаил Михайлович, я об этом говорил, нашим миссию, что мне кажется, что все-таки надо решить сначала систему, как работает руматор в этой системе, в системе, в стандартизации. Потому что, вообще-то, Господь – это то, что мы делаем для себя, исходя из наших миссионеров о том, как и куда идти. Спасибо. Я, пожалуйста, могу обострить. Но я, конечно, могу поддержать Ваше обострение. Конечно, в цифровой экономике, реальной цифровой экономике само существование ситуационных обязательных стандартов – это полная новость. Она невозможна. Просто, если мы считали жизненный цикл, от того, как нам выпустят специалиста, мы где-то массово о томашинлёжное строение. И мы посчитали, что если ситуация гораздо хуже, по-разному, о чем вы говорите, из-за того, чтобы появился образовательный стандарт, у нас по закону может появиться профессиональный стандарт. Да. А профессиональный стандарт – это отдельная своя гигантская бумажная система с огромной количеством своих «мол», которая это согласовывает. Браво! А профессиональный стандарт – это президент. Он покрутился, вы ищите, я проезжаю. Я в этом году живу и мучился, но не знаю. Сначала высоколетово собрание курса, потом высоколетово образовательного, потом вы поставляете тренерно-образовательная программа, потом образовательная программа, потом вы делаете набор, первый курс. Так что, если нам сравнение может состояться по машинам, и мы начинаем готовить по новым стандартам, то первый выпуск у нас произойдет где-то в 2030 с самым годом. Значит, вот, Юрий Михайлович, я сейчас скажу личную информацию, сейчас вроде пошел разглук такой и наука, но я не думаю, что стандарты вообще тогда ушнут. они просто не так должны быть устроены, они не должны предписывать конкретный способ и уровень достижения результатов, потому что эта штука подвыше. Но нет такая состыкованность того, что происходит в огромнейшей причине разнообразной стране, все-таки она должна быть еще в какой-то спрессии наше взаимное положение. Что касается профессиональных соревнований, я согласен, что это проблема, я не знаю, в чем проблема, проблема не в скорости их понимания. Посмотрите, что у нас происходит. Почему-то чувствует такая предпосылка, что работодатель лучше нас с вами знает, какие ему нужны специалисты. В каком случае это правда? В случае, если работодатель находится в ситуации, глобальная группировка собственности. Да, Русака, Мэнру, Касперский, а не знаю кто это. А здесь мы работодатели. Как подавляющий бы еще, как вам показать, представить? Представляете, экономику не 21, а 20 века. Сидит на выделенной административной доле рынка, не хочет менять технологии, потому что вообще никто никогда не хочет менять технологии. Это главная проблема, и он ощущает нам рассказывать, какого он лучший специалиста. Враг сам. Это те компании, это правда. Не вперед. Поэтому, смотрите, система должна быть перестроена. Мы ее у себя перестроили. У нас в этой программе, мы должны, значит, право и пожалеете, сидит экспертный совет работодателей на пути, где сидит вот. Мэнру, Касперский, Янград и прочее. И они в ходе работы с учебными планами, вносят их трех. Мы вместе с ними спорим, и вносят их трех. Здесь система замкнута. Как бы сказать, нам ежедневно, ежемесячный цикл. Вот тогда мы начинаем работать. И повторю еще раз. При условии, что речь идет на глаз памятника, будет обвинять в вашей службе для газ-экономики. В противном случае, уехали. У меня один скучный вопрос. Ну, мы сейчас там не уберем. Ну, ладно. Призовем ему труда. А я что-нибудь присоединяю. Расскажем. Уехали на скучный вопрос. Да. Какой формат участия Миноборновки России или мероприятия в Острове и его результаты? У нас три формата участия. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Это заказчики Острова. И мы согласовываем с ними все основные его форматы. Первое. Второе. Команда Министерства очень активно участвует в работе в Острове. У нас здесь уже три заместителя министра и несколько входных включенных департаментов проводили встречи и соответствующие мастер-классы. Дальше. 20-го числа у нас запланирована защита ваших проектов. Значит, в первую очередь проектов по научно-образовательным центрам. Теперь это министра ноутильнейшего образования мы используем на противопол. Следующий формат все результаты, рейтинги, этические паттерны, красные карточки и все остальное мы передаем министерству с нашими карточными рекомендациями. Дальше министерство их либо не использует, либо не использует. А, понятно. Кроме того, у нас министерство просвещения активно работает и сегодня на площадке у нас тоже два чрезвычайных министра активно принимают участие военных ключевых мероприятиях. Это наши форматы. Самый популярный вопрос из новых. На ваш взгляд, какими компетенциями должен владеть современный и будущий учитель. Учитель имеется в виду преподаватель или имеется в виду учитель школы? Аптор вопросов. А давайте к другому вопросу открыть и идем с начинкой. А? Вы начинаете, Виталий Петрович? Или я начинаю? Начинаем. Да, хорошо. Значит, сейчас опять буду говорить юридические вещи. Посмотрите. Если обращаться к международному рынку, и соответственно. В начальной школе наши с вами дети и многие отличаются умом и сооружения. Первые пятерки страны в мире. В средней школе вновь вновь сразу на 32-е место. В высшей школе огромная депрессация, но практически в первой сроке мировых университетов вновь и во второй тридцать и четвертый не то, что в письме от российских курсов. То есть вообще у нас как-то так вот нехорошо. что это означает? С моим причином во-первых, разгон происходит в школе. В школе. Где он приходит? Он приходит в начальной школе к семье. Я правда думаю, что в начальной школе тоже теперь будет проблема. Она связана с поколением Z. Мы сейчас специально исследования вместе с группой валют про поколение Z, потому что дети, которые петь, научаются на обратной планшете, а потом говорить, увидев внутренности, где пытаются ее расширить, да? это совершенно новая история. Поэтому в про среднюю ужас прочтите средней школы в том современном школе институте. Там вы распадаете на части, на 5 метров. Вот Финляндия, имеющая одну из правильных моделей мировых, знаете, что сделали? из-за того, что любой взрослый человек в состоянии закончить средней школы, они могут найти много взрослых людей, которые могут ввести все выборы в среднюю школу. Нет вопросов без ответов. Поэтому